Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Two Worlds 2. Так, я вот вначале, перед стартом записи этого видео, я вот уже в некоторых своих видео говорил, что я купил Xbox'овский джойстик. И вот вы знаете, что мне не нравится? То, что я его подключил, он у меня как бы всегда подключен. И вот многие игры, ну как, вот, например, Two Worlds, да, я тут что бы ни жал на клавиатуре, оно сейчас вообще ничего не работает. И причем, зайдя в управление, я не могу поменять на клавиатуру. То есть вот тут, то есть сразу вот этот Xbox'овский джойстик сюда привязывается, и ничего нельзя сделать. Не знаю, мне это очень не нравится. То есть не то, что там очень-очень не нравится, а, я бы даже так сказал, вообще не нравится. То есть приходится отключать Xbox'овский джойстик, и, ну короче, потом получается заново его перезапускать, чтобы, чтобы что-то хоть как-то заработало. Потому что, вот я сейчас отключил джойстик, в данный момент, и все, я ничего не могу сделать клавиатурой. А, нет, я джойстик не отключил, а что я отключил? Что-то отключил, не знаю сам что. Блин, вроде что-то джойстик был. А, пардон, я другой джойстик отключил. У меня тут еще другой джойстик подключен просто. Так, а где Xbox'овский у меня джойстик? Потому что у меня в ком столько всяких разных миллионов, сто тысяч миллионов проводов входит, что я уже в них запутался. Тут у меня чего-то-то нету. Так, мне сейчас главное не отключить жесткий диск, на который это все дело пишется. Ага, вот оно, Xbox'овский джойстик. Вот сейчас я его отключу. Мне вот интересно. Вот я его отключил. Да, вот он потух. А клавиатура-то все равно не работает, как я и предполагал. Вот видите как. То есть это на самом деле большой минус. Большой минус такой игры. Не знаю, зачем мне это делать. Я, наверное, это видео даже вот такое коротенькое отдельно флотжу. Просто обращение по поводу Xbox'овских джойстиков. И не только в этой игре на самом деле такая проблема. Вот, например, Снайпер, ну там хотя бы одновременно работает и клавиатура, и джойстик. То есть можно и так, и так. Просто все подсказки пишутся кнопками джойстика. Там нажмите A, нажмите X. Вот. В ходе игры. А здесь вот они вообще жестко сделали. То есть проходить игру на джойстике. Я не знаю, мне вот почему-то в Юру хочется проходить на клавиатуре. Вот, не знаю, я вообще геймпады не очень люблю. И проходить на геймпаде его... Ну, может быть, мы пока, в принципе, не так далеко зашли. Можно попробовать и на геймпаде проходить. Но, блин, здесь же мы лучника качаем. А стрелять из лука, ну, на мышке куда гораздо удобнее наладиться. Ну, во всяком случае, мне, чем на геймпаде. Потому что я на геймпаде никогда не играл. Ну, не то, что в стрелялке, а вообще и РПГ не проходил. Вот, например, Дэдпула. Я там попробовал поиграть на джойстике. Да, там круто, там мне нравится. То есть там все кнопочки под пальцем удобно. То есть это удобно сделано. Действительно быстрее получается. Хотя там тоже есть стрельба, как вы помните. Но она, не знаю, она не такая часто используемая, что ли. И, в принципе, можно проходить на джойстике. А вот здесь... Но здесь, конечно, тоже можно. Вопросов нет. Я думаю, и не так-то уж это... Может быть, это даже проще будет. Но просто зачем прям так вот привязывать Xbox'овский джойстик, если я хочу клавиатуру почереть, зачем ее отключать? То есть вот это мне не нравится. И что-то вот эта тенденция во многих играх, что отключают. А вот интересно, если я его сейчас вот прям по ходу... Подключу. Слушайте, а он на самом деле такой прикольный. Тут еще переходничок есть. Я не видел в серединке. На USB. То есть он, видимо, поддерживает... Разные... Хе-хе. Ладно. Может быть... Да, я думаю, в интернете миллион... Сто тысяч миллионов этих обзоров. Этих джойстиков есть. Так что не буду я ничего такое описать. Вот я его подключил. Ой, он заработал. Ну, круто как. Вот. Вот. Тут даже в управление мы заходим, и вот видите, да? То есть все на этом джойстике. Зачем вы так делаете, уважаемые разработчики игр? Ну, а если я хочу играть на клавиатуре? Вот хочу я играть на клавиатуре. Почему? И при этом я не хочу отключать свой джойстик. Кстати, а если я его... Его выключить так-то как-то, может быть можно? Его даже нельзя, по-моему, выключить. Подстава-то какая-то с этим джойстиком. Нет, джойстик хороший, базара нет. Ух ты. Я сейчас зажал кнопку X на нем, думал, может он выключится. Тут какие-то звуки стали возникать. Ладно. Что сказать. Джойстик крутой, Mortal Kombat на нем рубить очень круто. Я пока там выучил только пару комбо и суперударов Скорпиона. Вот, в принципе, мне Скорпион со всех книгам нравится. Вот. Играю периодически в онлайне. Там уже матчей 20 сыграл. Вот. А, нет, даже больше. По-моему, у меня 21 победа и 19 проигрышей. Вот. В общем, пока тренируюсь. Кстати, напишите в комментах, интересно ли вам посмотреть, как я играю в Mortal Kombat. Вот. Если интересно, то я, в принципе, запилю парочку видео. В общем, этот видос, вообще не знаю, зачем я его делаю. Вот. И чё я, на самом деле, просто вот накипело. Запустил игру. Она не работает. Пришлось этот джойстик выключать, потом подключать. Вот. Как-то и вообще во многих играх. То есть, он хороший. Но вот это вот то, что игры... То есть, тут так претензии даже не к джойстику, а скорее к производителям игр. То есть, зачем вы, ребята, так делаете? То есть, вот этот я сейчас джойстиком, видите, даже быстро можно крутить камеру. Чуть медленнее там. Вообще потихонечку. То есть, он очень чувствителен, очень хороший. То есть, по-разному можно им вращать. То есть, претензий нет. Джойстик классный, классный, классный. Вот. Тут вообще никаких претензий. Никаких. Вот. Но... Хочется мне играть на клавиатуре, а вы мне этого не даете. Нехорошие вы лидеры, разработчики. Нехорошие. Да, вот такой вот видос. Я его, наверное, даже назову как-нибудь... Не знаю, может, крик души. Не крик души, не знаю. Ну, в общем, как-то назову. Да, куча дизлайков мне понаставите. Какие-то видосы. Скажите, мы ждали прохождения, а ты... А ты, а ты залипаешь в Mortal Kombat'е. Ну, на самом деле, да. Я прошу прощения, но меня просто поразило. Я играл в Mortal Kombat. Я не играл в него ни на PlayStation, ни на Xbox. И вот на PC купил себе Джойстик. Тут же купил Джойстик, пришел домой, подключил. Он заработал. Проверил я его на Дэдпуле. Через две минуты купил себе Mortal Kombat. И... И понеслась. И залип дня на 2 на 3. Я уже ничего, столько времени не снимал. О, господи. Ну, игру классную. Mortal Kombat. Да, стоит поиграть. Стоит. Ну, это классика. Это классика. Mortal Kombat. Блин, мы раньше в него рубились. Мы могли сутками на Sega рубиться. Может быть, некоторые мои подписчики даже не знают, что такое Sega. Никогда не видели. Там такие персонажи были. Все такое плоское было. С плохой графикой. Не то, что сейчас все круто. Вот. Да, ностальгия. Ностальгия. Вот. И благодаря этой ностальгии, собственно, игра и сыскала успех. Потому что в нее-то рубятся все. И новые игроки. И заядлые. Старые игроки. Которые еще с первого Mortal Kombat'а играют в нее. Ну, да ладно. Вообще-то я 2 World спешу. Рассказываю вам про Mortal Kombat. Чувствую еще больше дизлайков. Пожалуйста, не ставьте дизлайки. Поставьте много-много лайков к этому видео. Вот. Я его не буду даже вносить в плейлист, наверное, по 2 Worlds. Я его... Может, отдельный плейлист даже создать. Всякое. Вот. Или там у меня есть, по-моему, бытовое есть. А есть, по-моему, трэш или что-то такое. Вот. Где у меня покерное видео. Наверное, туда я его скину. В принципе. Да, в этот плейлист. Хотя оно, конечно, с ним мало вяжется. Но... Но это же не прохождение. Правильно. Что это? А, не знаю. Может быть, отдельное видео сделаю обращение. Отдельный плейлист. Короче, подумаю. Вы в любом случае сейчас уже видите. И видите, как я это придумал. Это часто я пока пишу. Я еще не знаю, как я сделаю. А когда вы уже будете смотреть, вы уже будете знать. О, хотя, может быть, мне вообще по-другому сделать. Может, меня это видео ни к какому плейлисту просто не запильпает. Да, наверное, я так вот и сделаю. Пусть это видео валяется вообще отдельно. Или нет. А, не знаю. Не, наверное, все-таки какой-то плейлист надо будет сделать. Мало ли. Может, у меня потом еще будут возникать всякие. Да, у меня часто возникает желание вообще вот высказаться по игре. Что-то о ней рассказать. Свои мнения там о недостатках, о достоинствах. То есть, не только прохождение писать. А вот вообще по игре сказали. И вот здесь по джойстику. По джойстику. Видео длинное получается. Я вам сейчас уже про все рассказал. Ну, про чем еще рассказать, я не знаю. Поотвечать, что ли, на вопрос такой. Сейчас вот спонтанный, знаете, спонтанное такое обращение к подписчикам получается. Это мое первое обращение. Поэтому, блин. Поэтому вы мне поставите 100-500 дизлайков. Но я учту. Следующее обращение будет гораздо лучше. Я вот уже предвкушаю. Вы уже в комментах ведь набираете. Ааа, шашлык. Не делай больше такие видео. Блин. Представляю. Да. Но не знаю. Я все равно его выложу. Да, я его выложу. Вы сейчас его смотрите, значит, я его выложу. Ну, круто. Вот. А, кстати говоря, в комментах мне один человек. Я не помню уже ник. Я, в принципе, коммент удалил. Ну, я на самом деле задумался. Стоит ли удалять коммент от видео. Ну, всякие комментарии. Ну, там я как бы отношусь ко всей критике нормально там ко всему. Вот. И если там мне просто пишут ты нуб. Можете даже посмотреть. Я такие комменты оставляю. Потому что, ну, я реально нуб там во флотал. И че. Зачем мне удалять этот комментарий, если это реально так. Это. Вот. Вот тут человек мне написал. Я вот вам, может, открою немного. О себе, что ли, скажу. Вот. В общем, что мне пишет человек. Комментарий к какому-то выпуску Try and 2 из последних. Вот. Кстати, да. Игра Try and 2. Ну, блин. Я не знаю. Она меня чем-то зацепила. Вот она вроде бы детская. Она вроде бы такая, знаете, неинтересная совсем. И она какая-то такая. Ну, блин. Вот чем-то она меня зацепила. Вы, у нее-то и просмотров нету. И, в принципе, смысла особо нету ее писать. Ну, в плане там просмотров новых подписчиков. Я не знаю. Ну, есть там люди, которые ее смотрят. В принципе, лайкают. Но их очень-очень мало. Ну, я не знаю. Я пишу видео. И вообще, вот, ну, свой канал. В первую очередь. Ну, конечно, мне хочется много-много-много подписчиков. Я не буду говорить, что мне этого не хочется. Мне очень хочется 100-500 миллионов просмотров. И столько же подписчиков. Но. Игры я буду записывать только те, которые мне нравятся. То есть. На моем канале много чего, на самом деле, не будет. То есть, вот, например, я долго не хотел записывать Майнкрафт. Вы знаете. Он у меня появился, ну, сравнить. Ну, как, уже давно. Но просто он мне понравился. То есть, я стал разбираться в Майнкрафте. И игра, на самом деле, настолько глубокая. Я бы даже сказал, она гениальна в каком-то смысле. Кто согласен со мной, ставьте лайк. Майнкрафт гениальная игра. Она так, на самом деле. Несмотря на свой кубический вот этот дизайн, график кубическую. То есть, все вроде бы такое, даже примитивное в каком-то смысле. Но в то же время, она так глубоко проработана. Она настолько реалистична. И даже несмотря на то, что блоки ставятся мгновенно. То есть, все строится мгновенно. Тут ни о каком реализме речи не идет. И в то же время, она такая глубокая игра. Даже сюжета нету в ней. Но это не мешает мне получать от нее удовольствие колоссальное. Мне нравится играть в Майнкрафт. Блин, я реально в него залипаю. Причем, вы-то видите одну карту. А я там еще две играю карты для себя. Всякие тесты провожу. То есть, всякие эксперименты делаю. Там вот, у меня, кстати, я вам открою секрет. Портал в ад попросили построить на той карте. Я уже на другой карте себе его построил. Сходил, меня там загасили. Но суть не в том. Я обязательно построю портал в ад. На своем Майнкрафте. Но только это будет, не знаю, когда это будет. Так вот, вернемся к комменту-то хейтерскому, который я удалил. Я мало комментов удаляю. Вы, в принципе, это знаете. Вот, но коммент, он звучал примерно так, к тройну. Типа, чувак, тебя никто не смотрит. Ты бы хоть бы как-то раскрутился или девушку себе нашел, что ли. Вот, ну, во-первых, по поводу раскрутки. Ну, да, я понимаю. Понимаете, сейчас пробиться с нуля, вот как бы. Ну, как, вот даже в топ. Вот, у меня по Майта Мэджик, если набрать там Майта Мэджик 10 прохождения. По-моему, в Ютубе видео в топе есть на первой страничке. Ну, и они набирают там просмотры. Ну, относительно других видосов уже нормально там. Зомби против растений. Много видео уже проиндексировано. И те, кто приходят на мой канал по этим играм, спасибо вам большое. Смотрите другие мои игры. Вот, но вообще сейчас очень, конечно, ну как, большая конкуренция в плане раскрутки. Ну, и опять же, если бы я ставил цель для себя вот именно там раскрутиться, иметь много подписчиков, я бы, может быть, не выкладывал так много видео. Вот, я бы, может быть, делал их как бы пореже там и старался там вырезать, монтировать. Я же делал как бы больше, ну, для личного удовольствия. И как бы, ну, и делаю то, что мне нравится. Если вам это тоже нравится, но это здорово и спасибо вам большое, что вы есть. Ну, просто вот делаю в первую очередь для себя. Может, это немного эгоистично звучит, но я делаю то, что мне нравится. Играю в те игры, которые мне нравятся. Поэтому, как бы, ставить цель вот именно раскрутку, хотя не буду скрывать, я, ну, то есть, я выступал там спонсором в конкурсе на канале Джейки Хит. Те, кто вот сейчас много подписчиков новых пришло, это вот именно с этого канала приходили люди. Большое им спасибо. Либо, вот, кстати, там по поводу Джейки, вот, кто смотрит, да, и не знает, конкурс будет разыгран, все нормально, то есть, вы не бойтесь. Он просто действительно уехал на месяц в Москву, но вот он уже скоро должен вернуться. Я с ним списывался, и все хорошо, то есть, не стоит переживать по этому поводу. Просто так у него сложились обстоятельства. Ну, все мы люди, бывают разные ситуации, вы, я думаю, должны понимать. Вот, ну, человек может заболеть, человеку нужно будет, может быть, случится ситуация, что ему необходимо просто уехать, вот, как у Джейки. Еще разные, да мало ли что может произойти в нашей жизни, жизнь непредсказуемая штука. Вот, поэтому не переживайте, обязательно, как только он вернется, он осуществит розыгрыш конкурса. Вот, и все будет здоровски, здоровски и хорошо. Вот, ладненько. Так вот, блин, я вам пытаюсь рассказать про коммент, как он мне написал. И он мне написал, Джей, а, я вам уже сказал, чувак, типа, тебя никто не смотрит, ты бы как-то раскрутился, или хотя бы нашел себе девушку. Ну, вот, по поводу раскрутки я сказал, что я пытаюсь раскручиваться, просто, вы же понимаете, это все дело-то не бесплатное, и, как бы, вкладывать кучу своих денег, но у меня просто нет кучи денег, я думаю, никакой мажор, ничего. Вот, посильно, что получается, то и вкладываю в канал, как бы. То есть, я это воспринимаю, как, во-первых, свое, для своего удовольствия делаю. И, для вас, естественно, делаю, ну, играю в те игры, которые. Потом, ну, даже, я вам больше скажу, я вот те видосы, которые месяц назад писал, пересматриваю, и получаю удовольствие даже от того, ну, от этих видео, то есть, смотрю, и мне кайф посмотреть свои же видосы. Вы, наверное, подумаете, что я вообще псих ненормальный, и сразу дизлайк, он смотрит свои видео, он накручивает просмотры на ютубе. Ахахаха, нельзя так делать. Вот, ну, нет, я, конечно, просмотры не накручиваю, но один раз я, если я посмотрю какое-то видео, ничего страшного. Вот, в конце концов. Что вообще, это не запрещено, правила на ютубе. Вот, ладно. Накручивать запрещено просмотры, самому свои видео смотреть можно. Вот. Так вот, по поводу второго пункта, по поводу того, что найди себе девушку, ну, блин. Конечно, я вот, мне вот интересна психология, на самом деле, людей вот, на каком основании вообще делают такие выводы, то есть, те, кто смотрел, к примеру, там, видео, как правильно бриться, там мои, ну, там, конечно, это, ну, как оно, может, бредовое видео, я вообще не знаю, зачем его запилил. Я же говорю, я снимаю видео для себя, для фана, и это, блин, нравится, может, круто даже. Вот, или как правильно готовить пельмени, на моем канале можете найти эти видео. Вот, там Юля, в принципе, попадает в кадр, и это моя девушка, и мы встречаемся уже больше шести лет. То есть, вы вдумайтесь, шесть лет, мы уже живем вместе, как бы, все хорошо у меня в личной жизни. Вот, и я очень рад, что она у меня есть, она мне реально помогает. Вот, вот, поддерживает меня во всех наших различных начинаниях, за что и большое спасибо. Вот, тоже мы часто ссоримся, ну, ладно, это уже лично, они будут переходить. Ну, просто, непонятно, вот, на каком основании человек написал, там, на 10 девушку, типа, чего он взял, что у меня нет вообще, то есть, вот, я не понимаю людей таких, но, вот, как бы, я раньше думал, тролли, там, все говорят, тролли в интернете, тролли. Блин, я думал, ну, как, это же люди все-таки, чего они просто так, что ли, писать? То есть, наверное, люди, ну, как, узнают, да, что-то, какую-то деталь, и раздует ее, например, вот, если кто-то там, ну, там, узнал, что я, там, заказ и порил, ну, можно, ну, там, в какой-то игре, или зафейлился, там, в том же флотауте, могут, там, написать, ну, раздуть из этого, типа, вот, ты мук, не играй во флотаут, вообще у тебя кривые руки, там, что ты играешь, то есть, это еще понятно, в принципе, есть факты, его просто так сильно раздувают, преувеличивают. Но здесь, получается, человек вообще не знает, то есть, он на основе каких-то, я не то, что, может, даже не предположений, не знаю, чего, то есть, на основе чего он делает вывод, что у меня, там, нету, там, девушки, пишет такие вещи, ну, меня это ни в коем случае даже не обидело, ничего, просто, вот, первый раз мне написали такой коммент, и я вот думаю, реально, получается, в интернете то, что пишут в комментах, то есть, люди могут, на самом деле, чего угодно написать, основываясь ни на чем, и все нормально, в принципе, вот это вот, первый опыт у меня такой был, интересно, сколько видео уже идет, я даже не засек, ой, жесть, вам, наверное, вас, наверное, долбало меня уже слушать, да, подумайте, вообще, нахрен-то это видео сделал, блин, как его еще назвать, жесть, вот, вначале хотел, вот, реально, вот, видите, вот, как вот, картинки делают, да, в интернете, демотиваторы, всякие мемы, типа, начал говорить про иксбоксовки и джойстик, и тут понеслась, вот, точно подходит к этому видосу, то есть, меня понесло, шашлык ушел, вообще, в астрал, то есть, что, что это курил, будут писать в комментах, начал про джойстик, закончил тут, о всяких троллях, о девушках, о чем-то, как-то, я не пишу, не сказал уже, вот, ну, не знаю, на самом деле, я, в скором времени, ну, как, я, я, наверное, наберу тысячи-полторы подписчиков, может, на тысячу подписчиков, сейчас у меня 800, вот, чуть-чуть там больше, нет, чуть-чуть меньше, может, нет, чуть больше, вот, как будет там чуть больше тысячи, или, может, полторы, я обязательно запилю в обращение к подписчикам, всех поблагодарю, вы не думаете, что я такой, мне это все тоже очень приятно, вот, первые тысячи подписчиков, тем более, я никогда-то раньше каналы не делал, видео не снимал, вот так вот, ну, ничего страшного, в принципе, я думаю, прорвемся, вот, так вот, запилю в обращение к подписчикам, может быть, даже какой-то, ну, я не знаю, я вот, по поводу конкурсов, кстати, о, блин, пипец, сейчас меня пока про конкурсы понесут, все, я просто уже давно думаю, какой бы конкурс устроить, вот, на своем канале, ну, просто мне вот эти конкурсы, которые сейчас есть, ну, может, я, конечно, и такое устрою, я не говорю, что они плохие, просто, мне вот, знаете, что не нравится, вот, ну, то есть, вы поняли, да, какие, вот, как рандомные конкурсы, то есть, просто подпишись там на канал спонсора, подпишись на мой канал, оставь любой коммент, и все, ты участвуешь в конкурсе, потом случайно из всех, кто это сделал, выбирается победитель, и, как бы, все, он получает игру, то есть, на самом деле, конкурс на везение получается, но я, в принципе, понимаю, что это как лотерея, да, ну, то есть, конкурс такой на везение, все нормально в этом плане, но, знаете, какая беда, вот, я не хочу, ну, как, может, даже такое, я, если ничего лучше не придумаю, то есть, я не говорю, что они плохие, опять же, они нормальные конкурсы, прикольные, вот, то есть, их много на ютубе, участвовать можно кучу во всех подряд, вам никто не запрещает, то есть, ищите, участвуйте, и я уверен, что можно выиграть, и даже не одну лицензию, там, и нормально все, в общем, будет, но меня угнетает немножко другое, то, что вот человеку, получается, ну, то есть, как бы, ничего делать не надо, в том плане, что, ну, какие-то они глуповатые немножко, вот, я хочу устроить конкурс, например, с каким-то заданием, то есть, и вот те, кто его смогут решить, допустим, первые пять человек, там, приславшие, написавшие в комментах правильный ответ, к примеру, какой-то, ну, может, задача, может, квест, может, еще что-то, может, например, вот, на мой взгляд, лучше сделать конкурс, не то, что там подпишитесь, а, к примеру, какой-нибудь конкурс, типа, вот, пригласите на мой канал, пусть, к этому видео, там, до 20, допустим, подписчиков, и первые, допустим, пять человек, кто пригласят 20 подписчиков, ну, или, там, если, там, на тысячу рублей, например, конкурс, или, там, на две тысячи рублей, то, допустим, сто подписчиков, я считаю, ну, за две тысячи, в принципе, можно попотеть, и, там, я думаю, у каждого из вас ВКонтакте, ну, у многих есть сотка друзей, там, в группах, где-нибудь, зарепостите, пойти, то есть, условия, допустим, такие, чтобы просто в комментах ваш ник, то есть, вы пишите, что вы участник, и вы приглашаете мне подписчиков, и, как бы, подписчики должны в ответ на вас, во-первых, ваш комментарий и залайкать, вывести его в топ, то есть, вот именно ваш комментарий, комментарий победителя должен попасть в топ, соответственно, те подписчики, которых вы позовете, они должны лайкнуть ваш комментарий, и, это самое, и, ну, допустим, в ответе, написать на ваш коммент, что, вот, мы плюс один, там, мы тебя поддерживаем, еще что-нибудь, давай, тащи, то есть, ну, сто подписчиков, это я, конечно, загнул, это много, это я знаю, насколько сложно, это очень тяжелая цифра, вот, будет, ну, хотя бы в таком ключе, то есть, чтобы человек, во-первых, тут уже от человека, тут не от удачи зависит, да, от человека, то есть, вы увидели объявление о конкурсе, и все, то есть, вы, тут уже, как бы, как вы сможете, то есть, как вы сделаете, как вы, ну, сколько вы людей найдете, то есть, все зависит от вас, опять же, там, люди будут переходить от одного к другому, то есть, всякие, там, сами будут хотеть участвовать, тех, кого вы, может быть, позовете, и, такой экшен, какой-то, может быть, даже получится, я не знаю, напишите по поводу этого, такой идеи, такого конкурса, вот, просто, кто первый, допустим, 50 подписчиков нашел, все, тот и победил, вот, в принципе, это несложно, ну, или лучше, наверное, сделать ситуацию такую, то есть, на протяжении, допустим, недельки, или двух, ну, наверное, недельки, достаточно, ну, может быть, дней 10, кто, вот, больше подписчиков привлечет, ну, можно ограничить минимум для участия, да, в конкурсе, потому что, ну, чтобы не получилось так, чтобы люди забили, и просто, там, один, пять подписчиков, другой, шесть подписчиков нашел, и все, и с шестью подписчиками победил, можно ограничить, допустим, минимум, там, допустим, 20, там, 50 подписчиков, минимум, а дальше уже, кто больше, то есть, если, там, 2, 3, 5, 10 человек больше 50, то уже, кто больше, чей коммент выйдет выше в ТЭП, в ТОП, получит больше лайков, тот и это самое, тот, тот и победит, то есть, можно так, напишите свою идею относительно этого конкурса, ну, конечно, я уже знаю, что вы напишите, да, конкурс полный бред, ну, блин, ну, если бред, может, я и не буду его делать, ну, на самом деле, подумаю, попробую найти подобный конкурс на Ютубе, посмотреть вообще, проводился ли он, были ли, потому что вот эти, ну, рандомные конкурсы, ну, блин, какие-то они слишком уж простые, что ли, ну, вот, не знаю, они мне не нравятся, ну, как мне нравятся, ну, в общем, я к ним равнодушно отношусь, вот, к такому конкурсу, мне кажется, вам самим было бы интересней, вот, не знаю, в общем, смотрите сами, как, как, как хотите, вот, пока у меня подписчиков немного, я вот советуюсь, как бы, вот, именно вы, то есть, ну, вот, я уже даже в некоторых видео обращался к своим подписчикам, вот, которые активнее всего мне помогают, особенно по Майнкрафту, и благодарил их, вот, и поверьте, я вас не забываю, то есть, и постоянно, там вот, кажется, Сайрокс одобряет, еще есть такой человек, который он, мне кажется, не упоминал, он мне по моим видео по героям пишет очень тоже полезные вещи, там я по его, ну, по его, ну, в общем, смотрите, там видео по героям, я там, после видео говорил, в чем он мне помог, вот, какие настройки там включить, ну, в общем, советует, там пишет сюжет, описывает, то есть, ну, опять же, герои давно, кстати, не выходили, надо будет сейчас, наверное, записать шестых героев, и поиграть в них, пипец, сколько уже это видео идет, жесть, вам, вам по-любому надоело меня слушать, ладно, будем закругляться, уже, ну, вы уж простите, просто хочется к вам обратиться, реально, уже хочется, то есть, уже, ну, вот, знаете, чувствую, чувствую уже это, вашу поддержку, вашу теплоту, то есть, ну, спасибо вам, вот, реально хотелось просто сказать спасибо, уже долгое время, и вот, видимо, вот это вот обращение с джойстиком, на самом деле, просто предлог, чтобы вот записать такой, такой, такой вот видос, да, 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 вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот, ну, что ж, думаю, наверное, будем заканчивать, да, если у кого-то есть какие-то вопросы, в принципе, я думаю, тысяча подписчиков уже не за горами, вот, пишите в комментах к любому видео, вот, кто посмотрел это видео, да, и кто не смотрел, пишите тоже, если вы не смотрели, откуда вы будете знать, во всем, поотвечаю с радостью на ваши вопросы, вот, задавайте на любую тематику, я, как бы, не стремаюсь вообще никаких тем обсуждать, о, кстати, я еще на своем канале хочу, а, ладно, не буду, я вас вообще локомил, потом сделаю, когда первый пилотный выпуск, вы сами все увидите, то есть это не игровые видео будут, а это несколько другие видео будут, вот, но я, опять же, не знаю, когда я сделаю свой новый плейлист, то есть новое шоу такое, вот, но когда сделаю, то сделаю, вы сами все увидите, может быть, хрень полная получится, не знаю, вот, ладно, думаю, на этом, этот, что это, у меня не обзор, не выпуск, это обращение, что ли, этот крик души, я, наверное, буду заканчивать, давайте так, вот, для интереса, для интереса, просто мне вот интересно посмотреть, кто досмотрит вообще это видео до конца, вот, давайте, если вы досмотрели это видео до конца, напишите, пожалуйста, в комментах, ну, я не знаю, что вас попросить, ну, напишите, господи, дверь в луну, вот такой бред, то есть, напишите, дверь в луну, или там, я пошел открывать дверь в луну, что-нибудь такое, напишите, связанное с дверью и луной, дверь на луну, как хотите, в общем, просто, что я знал, чтобы, что вы досмотрели видео до конца, буду лайкать ваши комменты, писать вам в ответ, там что-нибудь, ну, как сосиской и чебуреком было, кто посмотрел, вот, а, вот один из выпусков, так и здесь, ладно, большое вам спасибо, что вы посмотрели, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, с вами был Шашлык.